Здравствуйте! В студии Баланс ТВ я, Инга Гончарова, и мы продолжаем цикл передач о людях, которые меняют мир. Сегодня у нас в гостях художница Кристина Ружковская. Здравствуй, Кристина! Добрый день, Инга! Добрый день, дорогие телезрители! Я очень рада видеть тебя в нашей студии. И, конечно, первый вопрос к тебе о твоем творчестве. Что такое мандалы и почему ты выбрала этот творческий путь для себя? Инга, строго говоря, мандалы — это одно из основных направлений моей деятельности, но не единственное. Я вообще очень люблю восточное искусство, восточные традиции. И мандалы, наверное, как-то магическим образом вошли в мою жизнь некоторое время назад, несколько лет назад, хотя и не являются единственным источником моего вдохновения и творчества. Но сейчас я бы хотела говорить о мандалах, потому что действительно их очень много в моей жизни. Мандалы — это сакральное изображение, центрированное, круглое, то есть это некоторая окружность, которая очень часто используется в ритуальных целях. В ритуальных — это каких? В медитациях, например. Чаще всего мы слышим о мандалах в тибетском буддизме. Например, знаменитые мандалы, песочные, которые создаются тибетскими монахами в течение нескольких дней. Они, кстати, уникальны совершенно по детализации, по труду исполнения, потому что они создаются из разноцветного песка. И после того, как завершён процесс создания такой мандалы, она разрушается. Это тоже целая церемония, это очень красиво и очень символично. Возникает вопрос. Такой огромный, невероятный труд для того, чтобы разрушить. Как это можно объяснить? Да, это невероятный труд, потому что они в течение нескольких дней с утра до ночи сидят и создают эту мандалу. И весь смысл как раз этого процесса в том, что они её в конечном итоге разрушают. Это обряд разрушения мандалы, потом песок, из которого была создана мандала, раздаётся людям, тоже участвующим в обряде. И можно сидеть вместе с ними и медитировать с этими монахами. Это тоже прекрасное ощущение. У тебя был такой опыт подобный? Присутствие на таком обряде? Да. Это удивительно. Я никогда не думала, что мне удастся бы присутствовать на таком событии. Потому что я, когда начинала рисовать мандалы, длительное время назад это было, я, конечно, читала в первую очередь о тибетских монахах, которые создают песочные мандалы. И я даже представить себе не могла, что мне удастся в Москве поприсутствовать на такой церемонии. Я думала, что, наверное, через много лет. Неужели это происходило в Москве? Да, это происходило в Москве. Я оказалась случайно. Я была в одном из культурных центров московских. И, проходя мимо одного из залов, я просто увидела, что сидят монахи в количестве четырёх. Создают мандалу. Причём создают несколько дней. Я несколько дней присутствовала. Это совершенно уникальная энергетика, когда ты сидишь вместе с ними, молчишь. Ну, они иногда начинают петь мантры, издавать там определённые звуки. Песнопения. Да, песнопения. И ты просто сидишь и, в общем-то, ничего не делаешь. То есть ты принимаешь очень пассивное участие с точки зрения физического, физической в этом процессе. Но с точки зрения духовной, энергетической наполнение невероятное происходит. Обряд заключается в том, что ты ещё обходишь эту мандалу несколько раз, потом она разрушается. Это тоже один день, целый день выделяется для обряда разрушения мандалы. В общем, это очень красиво и удивительно, и здорово, что это происходит у нас в Москве. Причём это происходит часто. Спасибо за информацию. Теперь мне очень хочется попасть на подобное невероятное зрелище. Скажи, пожалуйста, а мандалы до этого события уже были в твоей жизни? Откуда вообще пришла информация, откуда знания появились? Да, мандалы уже были в моей жизни, поэтому я, собственно, так трепетно отношусь, отнеслась к этому процессу, когда увидела его. Конечно, я тут же села, тут же... Ты уже понимала, о чём идёт речь? Да, я уже понимала, что они делают, и почему так, и почему они, например, находятся в масках медицинских, для того, чтобы не сдувать песок, который очень ровным слоем, да, и очень тонко выкладывается по определённым линиям. Невероятная красота мандала. И впервые, наверное, я столкнулась с тайским вариантом мандал. Это было ещё более давно. И, ну, скажем так, тайский вариант мандал остался в моём сердце на очень длительное время. И через несколько лет после того, как я увидела мандалу, о которой я говорю, вот только через несколько лет я решила попробовать создать нечто подобное. И сначала я долго искала технологии, я и мой партнёр, и друг, мы искали технологию, мы искали материалы подходящие. Это заняло, наверное, год у нас. И после этого мы уже начали работать в этом направлении. И кто были Вашими учителями? Ведь всё-таки искусство мандал, это, ну, скажем так честно, не самое, наверное, распространённое в России. Я думаю, что да, по крайней мере, я не встречала представителей в России вот данного направления восточного искусства. Да. Но у меня были учителя. Ну, я думаю, что если называть там имена, они ни о чём не скажут, но безмерно я благодарна тем людям, которые также участвовали в поиске вот этой технологии для создания моих мандал, и направляли меня, и это были люди с большим опытом, чем у меня на тот момент. И я испытываю невероятное чувство благодарности. Кристина, мне кажется, что, смотря на мандалу, на невероятное произведение искусств, и видя такие, мне кажется, высокие, испытывающие эмоции, возникает вопрос, в каком состоянии духа, прежде всего, наверное, да? Потому что просто творчество, просто техники недостаточно. Ну, вот любой человек, разве может взять кисти, обучиться и пойти писать? Надо испытывать какое-то определённое состояние духа, состояние сознания. Как к этому прийти? Каков был твой путь к этому состоянию? Скажем так, сначала я писала так, как получалось. Сначала я взяла кисть, сначала материалы, да, и вот писала так, как выходило. А потом мандалы, ну, это было некоторое количество времени назад, то есть достаточно давно, а потом мандалы, они меня вовлекали в более тонкие процессы. Вот как-то так получилось, что они мне очень сильно помогли, а я их создавала. То есть у вас произошёл взаимообмен? Да, у нас произошёл некоторый взаимообмен, и, собственно, мандалы, например, привели меня к вегетарианству. Как интересно. Потому что когда я начинала рисовать мандалы, я ещё не была вегетарианцем. И буквально спустя полгода так получилось, что я для себя определила вот такой образ жизни. Как ты это почувствовала? Что тебя к этому привело? Ну, вошли в мою жизнь определённые люди, очень симпатичные, очень красивые, которые ни в чём не убеждали меня, мою семью. Ну, просто вот они собственным примером, просто собственным видом и энергией, которая исходила от них, они почему-то заставили нас попробовать. И когда мы попробовали, я и моя семья, когда мы попробовали, мы уже поняли, что это очень приятно, и это, наверное, единственный способ для нас. Как это изменило твоё творчество, этот переход? Этот переход серьёзно очень повлиял на самом деле вообще на всю жизнь, и в том числе на творчество. Я бы хотела вот поподробнее остановиться на самом процессе создания мандала, да? Да, это очень интересно. Относительно образа жизни и относительно того, какие подготовительные процедуры необходимы для того, чтобы писать вот такого плана картина. Человеку, который создаёт мандалу. Человеку, который создаёт мандалу, да. Как я уже говорила, сначала я попробовала так, как все. То есть я ничего не меняла, я просто взяла кисть, начала рисовать. Потом я начала ощущать разницу энергетическую в создании мандал, например, на сытый желудок и на голодный. И я поняла, что когда человек не принимал пищу, то есть когда я не принимаю пищу, я быстрее и правильнее погружаюсь в те тонкие состояния, которые позволяют мне создавать определённую геометрию, вообще работать над мандалой. Я много об этом читала, что прежде чем, допустим, создавать, писать иконы, художники получали, во-первых, благословение, во-вторых, они постились, они долго молились. То есть они очень осознанно подходили к этому вопросу, и они понимают, что они имеют дело не просто холст, кисти, краски, что это какое-то божественное взаимодействие. Это безусловно, это вот абсолютно точно. И более того, я могу сказать, что помимо того, что ты готовишься перед тем, как создавать мандалу, готовишься и физически, и молитвы, естественно, должны читаться, ты не можешь во время создания мандала, это длительный процесс, то есть это ни день, ни два, это долго, ты не можешь, например, слушать какую-либо музыку, кроме тишины, либо мантр. Что такое мантры? Что такое мантры? Мантры — это молитвы на санскрите. Но не только эти молитвы я использую, когда я создаю мандалу. Например, в последнее время я слушаю православные молитвы, когда создаю мандалу. Либо я вообще ничего не слушаю. Иногда это тоже очень вдохновляет. Почему? Потому что когда ты создаёшь мандалу, ты тоже проделываешь определённую работу духовную по остановке ума, по гармонизации собственного внутреннего состояния. То есть не только мандала создаётся, но и сам художник работает над собой, создавая мандалу. То есть это такой процесс. Другими словами, ты тоже слушаешь, но уже не музыку, а себя. Да. То, что происходит у тебя внутри. Так и есть, да. Рестина, расскажи, пожалуйста, об этой удивительной мандале, которую ты сегодня принесла в нам в студию. Невероятной красотой. Как она называется? Эта мандала называется Тара. Данная мандала, мы говорили в самом начале о песочных мандалах, которые создаются тибетскими монахами. Да, о тех самых. Геометрически эта мандала соответствует мандале Тары, создаваемой тибетскими монахами из песка. Геометрически. Что я имею в виду? Это вот эти выпуклые элементы, которые мы можем видеть. Вот они практически полностью с некоторыми авторскими отклонениями, которые были осознаны. Ну, например, мантра, вписанная в квадрат, моя авторская деталь, которая была добавлена. Как ты чувствуешь, что ты можешь добавить? И насколько ты можешь отойти от этих рамок, каких-то канонов, не побавясь этого слова? Ведь всё-таки есть наверняка понимание, что вот это мандала Тари, что я могу добавить от себя, цвет ли, мантру ли. Нет, да, учителя рядом, которому можно позвонить и сказать, а можно вот дописать? Как ты это чувствуешь? Да, Инга, вот честно говоря, если бы я задавала себе этот вопрос всерьёз, вот насколько я могу вмешиваться в эту геометрию сакральную, ведь это же сакральная геометрия, это же изображение, над которым работают люди в монастырях, да? Как я могу? Если бы я задавала себе такие вопросы, я бы, наверное, никогда не стала бы вообще этим заниматься. В какой-то момент я просто отпустила этот поток, и если он идёт, и если он идёт через меня как носителя вот этой технологии, ну, я счастлива, тем более вот тот продукт, который в результате получается, он действительно и красивый, и он нравится многим людям, и нравится мне, и он помогает многим людям, и работает со многими людьми, да, обладателями моих мандал. И я подумала, что, наверное, да, хорошо, я просто носитель технологий. То есть всё, что ты чувствуешь внутри, всё, что в тебе рождается, ты это просто переносишь на холст, и не ограничиваешь себя. Я не считаю, что это моё, то есть что вот я выдумываю. Это ты проводник. Я думаю, что да. Мне кажется, что скорее так, чем не так. Хотя тоже мне не хотелось бы брать на себя такую ответственность, вот я проводник, там, божественный, создаю божественную картину. Нет, просто вот выходит так, я даже, ну, мне сложно даже подобрать слова нужные, чтобы они не были банальными, и не были слишком, может быть, эгоцентричными. Потому что, с одной стороны, да, хорошо, я носитель технологий, но через меня же что-то проходит, и это вот такое вот божественное. Проекция некоторая. Да. То есть это действительно поток, это действительно есть, я об этом не думаю, когда создаю картину, то есть она просто создаётся у меня именно такой, когда я начинаю создавать, я не знаю, что получится. И вот, кстати, я очень часто работаю с людьми индивидуально, создаю индивидуальный мандал для конкретных людей, в зависимости от того, какие перед ними стоят задачи. у меня есть люди, которые заказывали у меня картины, есть люди практикующие, есть люди, которые, например, просто хотели бы там нечто красивое повесить в своей квартире, да, как-то гармонизировать пространство, ну, ещё с дополнительными, да, смыслами, то есть нечто красивое с дополнительным смыслом, положительным, и вот я повешу мандалу у себя в квартиру, и она будет приносить мне, например, счастье и любовь, да. Вот, есть люди, которые практикуют, они мне говорят, давай мы сделаем мандалу, в которую мы впишем определённую мантру, потому что именно эта мантра, она является моей, и я бы хотел вот работать твоей мандалой, и чтобы мантра тоже работала со мной, и медитировать. Есть люди, которые хотели бы внести в мандалу определённую идею свою. Такое тоже возможно? Да, это тоже очень интересная работа для меня, потому что совершенно непонятно, что из этого может получиться. Я вот сейчас, я совершенно запуталась, я ещё понимаю, когда ты холст, да, и ты переносишь как источник, а когда есть ещё третий человек, вот там какой-то, да? Да, это соавтор, это вот безусловно соавтор. Как? Ты должна его знать настолько, почувствовать, что ему необходимо, чтобы его понимание мира, а может быть его мироощущение перенести на этот холст? Как это происходит? Инга, конечно, это вот, если бы я брала на себя такую ответственность, за несколько встреч узнать человека и перенести на холст его мироощущение, и сделать это правильно, адекватно, то, наверное, тоже я очень в этом плане щепетильно, я беспокоюсь. Это происходит как-то вот стихийно. То есть это происходит стихийно, действительно, и это не какие-то пафосные слова. Я встречаюсь с человеком, я с ним разговариваю, и я перестаю об этом думать до того момента, как я сажусь у холста. То есть ты также отдаёшься этому процессу? Да, и я также отдаюсь этому процессу с соответствующей подготовкой. Конечно, подготовка здесь очень важна, да, там желательно не есть, желательно пить только воду. В течение всего процесса создания мандавы? Ну, по крайней мере, нет не всего, конечно, процесса, потому что это несколько дней, и бывают перерывы, то есть ты создаёшь, потом у тебя перерывы. К сожалению, у меня нет возможности, и вообще, наверное, у горожан нет возможности посвятить созданию мандалы две недели без всяких перерывов, хотя это было бы, наверное, ну, это был бы какой-то, может быть, космический результат. Тем не менее, это на процесс вот очищения предварительного не должно влиять. То есть всё равно предварительно человек должен духовно, художник должен духовно очиститься, и физически желательно тоже. Если человек не понимает, что такое мандала, зачем она ему, ну, просто красивая картинка, блестит, и вроде бы модно. Ну, вот хочу повесить, может быть, там, будет совсем дорого со временем. Вот такое настроение, оно влияет на человека? Меняет ли оно людей? Присутствие вот такого божественного произведения в его доме? Я думаю, Инга, что, конечно, влияет. То есть, безусловно, и более того, есть масса людей, которые приобретали мандалы, совершенно не имея в виду, что они будут заниматься духовной практикой, глядя на мандалу и так далее. То есть, у мандал есть и этот пласт тоже. То есть, если ты хочешь повесить мандалу, потому что она просто красивая и имеет ещё дополнительный, какой-то положительный смысл, ты даже, может быть, и не в курсе, какой. Там, любовь, например. Либо защита воинов. Есть такая мандала традиционная, по-моему, кельтская защита воинов. Я считаю, что это не то, чтобы не мешает повесить мандалу у себя в своём интерьере. Это просто разные, абсолютно разные подходы, разные пласты. Да, и тогда этот человек просто созерцает нечто очень красивое, что само по себе естественно какой-то терапевтический эффект должно нести. Потому что, вот что касается современного искусства, ведь очень редко те картины, которые ты видишь в галерее, ты можешь повесить у себя дома. Совершенно очевидно. Да. Тут я не могу с тобой не согласиться. Пожалуй. По разным причинам. Некоторые из них невероятно красивые, но они несут такую информацию, которую ты не хотел бы принести к себе домой. Я хочу сказать, что искусство современное и вообще искусство, то, что называется искусством, те картины, которые можно отнести к искусству, они очень часто продиктованы эмоциями неположительными. Скорее, даже чаще отрицательными. Там какая-то изображена какая-то трагедия, какой-то конфликт, что-то, может быть, даже провокационное очень часто изображается. Да, коллекционер, конечно, приобретет эту картину в себе, но для того, чтобы просто гармонизировать пространство и повесить у себя в спальне, наверное, все-таки нет. Ну, как мне кажется, я бы, например, наверное, не рискнула бы. То есть есть очевидное влияние искусства, произведения искусства того человека, который создавал эту картину, на того человека, который принимает это произведение к себе в жизнь. Правильно я тебя понимаю? Еще очень важно намерение художника, с которым он создавал картину. Какое может быть намерение, кроме, ты имеешь в виду, может быть, бескорыстие или духовность, или художник должен жить ради искусства. Намерение, мне кажется, возьми вот сто художников, и я думаю, намерение будет разное. Конечно, разное. Конечно, разное, поскольку все люди разные. Однако, если художник не духовен, или не занимается духовными практиками, то есть не относит себя к определенной религиозной традиции, в общем, не хотелось бы им этим заниматься, тогда он руководствуется, наверное, какими-то социальными вопросами в создании картин, возможно. Например, мотив такой может быть. Я хочу создать такую картину, которая меня прославит в веках. Почему нет? Почему нет? Вполне, конечно. И вот я что создаю? Для того, чтобы обратить внимание на свою картину, что я создаю, я тогда создаю нечто провокационное, наверное, да? Либо же я создаю, ну что, побыстрее, да? Ну, провокационное, что-то на злобу дня, что-то такое вот, что привлекло бы внимание как можно большего числа людей. Да, и очень многие современные выставки, они на этом принципе, наверное, и работают. Многие, не все, конечно. Что несет данный мотив? Ну, хорошо, да. Художника ожидал успех, предположим, да? Он стал успешным, он провокационный, его все знают, безусловно. То есть, безусловно, с социальной точки зрения, это успех. Однако этот мотив не несет в себе ничего, не несет в себе заряд, да, который картину могла... Духовный? Да, духовный заряд, некоторый духовный заряд, который мог бы просто наполнить даже пространство. Чем наполняет картина пространство, которое создано для того, чтобы прославить художника? Изначально он ее так создавал. Ну, не знаю. Честно говоря, я не знаю. Я знаю многие картины, которые я могу увидеть в музеях, да, в галереях, но мне бы не хотелось иметь их дома, если я не коллекционер. А я не коллекционер, кстати. То есть ты художник, который знает, ценит и создает искусство, но при этом не коллекционирует? Не коллекционирует, да. Я редко вижу, редко встречаю такие картины, которые мне бы хотелось иметь у себя дома. Встречаю, конечно. Что касается мандал, вот интересно, ты создаешь и сразу их отпускаешь в мир или какие-то оставляешь с собой? Есть ли у тебя своя индивидуальная мандала? Это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, потому что он очень ко времени. Я как раз сейчас нахожусь в таких муках творчества по поводу своей собственной мандалы. И у меня есть даже некоторое духовное обещание по поводу создания мандалы, которое тормозит весь мой творческий процесс в данный момент. Потому что я сейчас должна сделать определенную мандалу. Я хочу ее посвятить определенной святыне православной. Прости, перебью. Так, возможно? Мандала с мантраю посвящается православной святыне. Как ты чувствуешь соединить эти два потока? Я чувствую, что это возможно, но на самом деле это сложная задача, поэтому у меня и возникает некоторое... Это не конфликт, это сложная задача не дает мне подступиться пока. Но я сейчас на пути, и, наверное, что-то получится из этого. Это будет неортодоксальная, конечно, мандала, потому что в христианстве есть мандалы, но это неочевидное изображение для христианства, для православных мандалок. То есть они, видимо, используются где-то частично в иконографии. Да, частично, но это неочевидно. Пожалуй, я даже понимаю, о чем ты говоришь. То есть изображения, на которых изображаются святые люди, они обычно имеют какое-то структурирование геометрическое. Это и есть тоже какая-то мандала. Да, да, да. Либо же, например, в архитектуре храмов часто встречаются мандалы. Да, если сверху что-то... Роспись соборов, да? Да, 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 роспись соборов. То есть всё это, конечно, центрировано. Да и вообще мандалы, это же настолько древнее, исконное изображение, это как слова мама и папа, которые на всех языках звучат одинаково. Это солнце, это вселенная, это земля. Да, да, поэтому, конечно, мандалы, они в любой культуре присутствуют так или иначе. Знаем мы о них или не подозреваем? Знаем или не подозреваем. Ну, на самом деле, прям в очень многих культурах и в Египте мандалы, и, может быть, они просто не так назывались, да, не мандалы. Но это центрированные изображения, которые по смыслу, в общем, всю символику передают мандалы. И вот что касается некоторого совмещения, да, попытки совмещения. Мне близки разные традиции. Хотя я родилась и крещена в православной традиции, мне близки разные традиции. Однако православная традиция, она для меня как нечто родное, да, от которого я, наверное, никуда не денусь. Да, ну, просто потому что так физически сложилось, и так сложилось почему-то, случайности не случайны. Да, конечно. И, конечно же, я очень часто испытываю некоторые духовные проблески, которые связаны именно с этой традицией. И вот именно поэтому так получилось, что вот передо мной сейчас стоит такая задача, написание такой мандалы, она будет моя, она не будет продаваться вообще никогда, и я её оставлю себе. Ну, это будет, наверное, единственная моя мандала, потому что все остальные, вот возвращаясь к тому вопросу, который... Уже проданы, уже слушают на благо этого мира. Да, уже проданы, да, да, уже проданы, и некоторые подарены. И в этом смысле я, наверное, такой счастливый художник очень, потому что я создаю картины, и они сразу находятся у хозяина. Либо они создаются для определённого человека. Да, либо человек видит, там, мандала создавалась не для него, но он видит, что это для него такое тоже встречалось. Ощущает некоторую близость. Это же всё тоже не случайно. Кристина, вот такой вопрос, мне кажется, очень актуальный сейчас. Какая-то вот очень тонкая грань между мистикой и духовностью. Все говорят о том, что вот мантры, мандалы, что практиковать, куда бежать, куда идти, совсем непонятно. Вот мистика и духовность в мандалах. Как распознать эту тонкую грань? Как понять, что такое мандала, и насколько она твоя, насколько она тебе необходима, и необходима ли она тебе вообще? Или пойти в храм, купить себе икону, или купить икону и мандалу. Вот как человеку разобраться в этом вопросе? Как ты это чувствуешь? Я не могу даже посоветовать человеку ничего, потому что есть мой опыт, он ограничен пределами моей жизни, которая там прожита. И есть его опыт, у него совершенно другой может быть опыт. Если я ему начну что-то рекомендовать, давай ты вот, когда посмотришь на мандалу, ты вот почувствуешь там некоторые вибрации, вот на основании этих вибраций ты принимай решение. А он не чувствует этих вибраций, у него они вообще другие. Он чувствует не там вибрации. Ну, каждому же своя, да? Да, конечно. И почему-то так получилось, что мандалы затронули мое сердце. Это можно описать словами, безусловно. То есть тогда я увидела мандалу, и я подумала, что это невероятно, с одной стороны, невероятно красиво, с другой стороны, это невероятно стильно. И с третьей стороны, это еще несло настолько существенный духовный заряд, который я не понимала на тот момент, но который меня очень сильно привлекал. Это вот, знаешь, я очень люблю, мне очень нравятся изображения Будды, я их коллекционирую во всех видах. Мне очень нравятся рукописные изображения, нерукописные статуи, там все что угодно, все что связано с Буддой. Почему-то это как-то связано с моим опытом, с предыдущим. Я не могу объяснить. С предыдущим. Да, с каким-то из... То есть у тебя нет конфликта, внутреннего конфликта между этими направлениями? Нет, конечно, нет. Между какими направлениями? Между мистицизмом и духовностью? Нет, мы говорим о том, что ты в православии, ты изучаешь мантры, ты пишешь Будду. Я видела, кстати, твои невероятные работы с изображением Будды. На самом деле, впечатляет. Мне кажется, чтобы это написать, надо это прочувствовать и прожить. Значит, сочетать несочетаемое. Как это удается? Ну, как-то это, видимо, не ограничено пределами одной жизни. Потому что тот опыт, который мы все помним и осознаем, но большинство из нас, он, может быть, и никак не связан с тем, с деятельностью человека. Вот, например, с моими мандалами и с тем, что я рискую изображать Будду. Рискуешь? Да. Ну, вот все меня спрашивают, а как вот ты изображаешь Будду? Как вот ты изображаешь Будду? Ну, как это же надо как-то? Кто тебе разрешил? Да. Кто тебе разрешил? И кто тебе разрешил? Меня никто не разрешал, само собой. Это получается самостоятельно, потому что если спрашивать у себя лично, да, у себя и у кого-то там, у своих духовных учителей разрешение, ты никогда ничего не сделаешь, потому что ты будешь себе запрещать. Прежде всего, потому что так устроена человеческая психика, наверное. Не достоин, не готов или почему? Ну да, не достоин, не готов, да. Ну это же Будда, это же икона, это же, ну извините, ну как, это же мандала. Я кто, червячок? Да, да, а я вот, ну вроде как, ни к чему, я же не монах, я же живу социальной жизнью, как все люди, там в метро езжу, и как, ну с разной энергией. А тут нет, тут совершенно другое, то есть через человека, возможно, очень многие удивительные вещи, и у Господа нет других рук, кроме наших. То есть в монастырь не обязательно? Ну мне кажется, что нет. Чтобы создавать, творить, преображаться, преображать себя, мир и окружающиеся пространства, можно и находясь в этом мире. У тебя такой опыт? Я думаю, что у меня, по крайней мере, совершенно точно не получится с монастырем, потому что у меня есть семья и ребенок, и у меня уже есть ответственность в этом мире. Ты нашла свое место в этом мире? Да, то есть я уже как бы сильно связана с социальной действительностью, и я не могу, даже если бы я хотела. То есть я не могу, у меня есть некоторые социальные обязательства. Но, честно говоря, я верю в то, что то место, где человек находится в настоящий момент, оно для него совершенно идеально. И мы можем не отдавать себе в этом отчет, мы можем не понимать, что нам может казаться, что я лучше бы в монастыре побыл где-нибудь на горе, или я бы лучше оказался где-нибудь на Мальдивах, там бы медитировал, сидел. Но то место, где человек находится, оно действительно идеально с точки зрения божественного и с точки зрения развития человека. То есть именно в этом месте человек может полноценно развиваться именно так, как задумано Господом. Поэтому он нас сюда, наверное, и привел. Всему свое место, всему свое время. Да. Я верю в то, что если я оказалась здесь, ну и я здесь создаю мандалы, значит, вот это идеальная ситуация, которая возникла. То есть именно так, именно с моим опытом, с моим багажом, ну вот именно здесь я могу создавать мандалы. А в монастыре, может быть, что-то другое создавалось бы, я не знаю. Кристина, спасибо тебе огромное за такой откровенный и насыщенный творчеством и красотой разговор. Я желаю, чтобы твое творчество, оно не иссякало, чтобы оно влилось в наш мир, меняло его, делало лучше, красивее и духовнее. Спасибо, что пришла. Благодарю, Винго. Спасибо большое. Дорогие зрители, я хочу напомнить, что эту и другие понравившиеся вам программы вы можете увидеть у нас на сайте balansdefistv.ru С вами была я, Инга Гончарова, и наша гостья Кристина Рыжковская. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова